Хочу с вами поговорить еще раз, в очередной раз, об этой замечательной текстуре фарт-крем от МакПро. Это будет такой коротенький-коротенький обзор, но все-таки достаточно содержательный. С данным брендом, с данным продуктом я знакома уже несколько лет и уж точно знаю, как с ними работать и как их вообще можно использовать. Это знаете на что похоже? Если вы не любите этот продукт или он вам не понравился, то вы просто не умеете с ним работать. Это как, вы не любите кошек, да вы просто не умеете их готовить. Самая банальная мысль, что это плотные восковые корректоры и что они не совсем стойкие, что они закатываются в морщинки и так далее. Ребят, ну надо просто уметь с ними работать, уметь их смешивать с другими продуктами, а самое главное, это не совсем так. И у них гораздо шире спектр применения. Обратите внимание, как заканчиваются цвета, допустим, в этой палитре. Если визажист, ну не сильно профессионально образован в цвете, то у него будут заканчиваться вот эти вот бежевые ходовые оттенки, которыми, грубо говоря, кто-то просто шпаклюет. Ну посмотрите, насколько у меня ученики молодцы и как доедают сиреневенький, потому что мы его очень точечно добавляем куда надо для использования в нейтрализации, для добавления в тон. Вот это вот очень часто добавляется в тон. Посмотрите на эту палитру. Конечно, меня сейчас опять дистрибьютор будет ругать, что я показываю опять нестандартную толстую палетку, которой нет в продаже. Но суд не в этом. Обратите внимание, как заканчиваются, как глубоко доели яркие цвета. Именно фиолетовые, синие, зеленые доедают ученики, реально доедают. Мы активно ее используем. Конечно, мы ее используем не в чистом виде, а просто малейшими такими крошками. Чем ярче цвет, тем меньше его понадобится в использовании для добавления. Тем самым он гораздо меньше повлияет на саму структуру косметики. То есть, если я буду этот сиреневый или синий добавлять в тональный, то тональный станет явно другого оттенка, но абсолютно не изменится его текстура, его стойкость, его жидкость вообще не пострадает. Структура просто очень произойдет резкое изменение самого цвета, тона. Мы можем пользоваться не только как корректорами, но и как аджастерами для добавления, как микропигментом для добавления, для разбавления, для изменения. Например, вот эти вот цвета очень часто использовали в коррекции, в моделировании. Не в чистом виде, конечно, добавляя в уже готовый продукт, да тот же коричневый аджастер от МакПро, мы очень часто разбавляем вот этими вот оттенками для получения нужного нам подтона коричневого. Допустим, яркие цвета можно использовать в качестве подложки под макияж. Где-то локально, где-то точечно. Честно, мне не нравится использовать в качестве подложки полноценно эту текстуру. Да, вот такая вот странная реклама, кто-то может подумать. Ну, потому что это не реклама, это обзор. Мне не нравится использовать полноценно в качестве очень сложного цветного макияжа, потому что для этого мне нравится использовать более водостойкие текстуры. Это тоже является водостойкой, но все-таки подскатываться, заламываться в какие-то морщинки может. Ну, не у всех же такое шикарное высокое веко, как у Людовика Владимировича, правильно? А вот локально, точечно добавить это можно куда угодно. Это смешивается и с восковой акварелью, и с водорастворимыми продуктами, и со стойкими тинтами водостойкими. Это смешивается с любым продуктом, и я могу его добавить где-то локально, точно. Или если подзастыло, у вас там, допустим, какой-то очень суперстойкий крутой тинт застрял, застыл, не успели растушевать, то мы можем взять вот это вот шпателем аккуратненько и пушистиком каким-нибудь круглой маленькой синтетической кистью подтушевать границу. Фардами очень круто растягивать границы стойких текстур. Об этом вообще мало кто догадывает. Конечно, это суперходовая палетка помады, кремовые, румяна, добавление в корректоры. Одна из самых ходовых палеток у меня на закрытой странице «Людовик дома», где идет курс «Санзи-визажист». И данная палетка, ну, реально является очень ходовой, потому что и помады, и румяна, и добавление в консилер, когда консилер слишком желто-рыжий, а нам его надо сделать порозовее, пальчиком аккуратненько, ноготьем, шпателем, кисточкой. Тут уже сами решайте. Я-то, конечно, могу себе позволить много чего, но я работаю шпателем. Между прочим, это видно по шкрябанию. Я собрала для вас две свои палитры и ждите, скоро они появятся под охренительными названиями «Реставратор» и «Реаниматор». Это будут очень крутые рабочие палетки по моделированию и нейтрализации.